доброе утро страна всем привет и заверят сегодня у нас ветрище сегодня 1 мая всех с праздником мир труд май мы сегодня тоже будем усить здрасте усиленно будем сегодня работать сегодня привезут песочек 30 тонн дома и чё тут мадам и мы его здесь вот будем раскидывать планировать территорию нашу так как здесь будет относительно скоро строится пристрой чтобы его построить нам нужно здесь отсыпать песком потому что когда приходит весна дает снег здесь стоит большая лужа я не хочу чтобы это так было поэтому будет планировочка здесь пристрой здесь бассейн потом поставив все будет четко время у нас сколько 9 часов 12 минут сейчас вот вот уже нужны будет привести песок успели только одну грядку поставить нам уже везут песок насколько я говорил не помню 9 с чем-то был но 950 не страшно ненамного позже где-то горит едет а вот и наша тяжелая техника артиллерия кто ваши у нас Вот специалист приехал, забор мне засандалил, короче конкретно, бетон, столб, смотрите как криво теперь стоит, я вообще не знаю о чем сейчас, как будем это выправлять, сидел его в шорту, машину тоже, сейчас ворота просто не закроются, да, давно я таких не встречал товарищ, вот, теперь так вот у нас закрывается забор, еще не знаю что теперь делать будет, вот такая кучка песка у нас образовалась, которую нужно отсюда ликвидировать, в ближайшее время, грядочки стоят на месте, можно начинать еще собирать грядки и лепестком заняться, что же в первую очередь нам сделать, сегодня погода проверяет нас на прочность, на прочность технологии строительства, у нас пока практически все цело, за исключением вот этой крыши, этого рубероида, сено открыло, но вот так в окно на втором этаже смотрел, так там и поликарбонат у людей срывают, и что только не происходит, погода вообще сегодня, смотрите какие сильные ветра, я немножко приболел что ли, нос вообще не дышит, но несмотря на все это, беремся за работу и работаем дальше, у нас какой-то нереальный ветер, у всех теплицы посносило, просто страшно порой, что поднимется все, я хотела другое показать, у нас тут леди ходит с молотком гуляет, Вера, покажись, ты такая чистая, что вы делаете, все, кто успел, кто-то съел, да, червячками, еще копай, пойдем еще копать, пойдем, червей у нас очень много, вот, копаем, я нашла, шла, тут мы уже все выкопали, вот их, сколько тут было, целая куча, деревяков, вот там, вот, вон сколько их, молодежь, забава у девочки, и там, вон еще, шок-контент, как можно ребенку давать червяков руки, Вера, тебе страшно, а? Нет, зато мы курочек покормим, да? Ты такая тумазая, посмотри на меня, хватит курочкам червяков? Да, да, все, хватит, пойдем кормить, да? Да, много нашли для всех, пойдем, ждут уже, да? Что такое? Иди вот сюда, дождались, дождались? Дождались? Да, курочки, смотри, тут там, у меня есть червячки, у вас, они какие-то грязные, 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 ты же собирала чистые были, давай им так поставим, пусть кушают, да? Да. Они пока еще не очень понимают, что это такое, сейчас распробуют, знаешь, как радоваться будут. Дам мне их. О, она подошла, с червячком. О, как вкусно, говорит. Сейчас драться будут, смотри. Драться? Драться будут за червяков. Ну, мы же много, которые нашли. О, свечки, кушайте, на здоровье. На здоровье, да? Да, нажмите. Давай, перевернем. Вот, кушайте. Ой! Они дерутся. И деритесь. И деритесь, всем хватит. Да? Вот такая у нас получается планировочка. Здесь у бани мы отсыпали. Там примерно сантиметров 10-15. Тут все на уменьшение идет. Надо посмотреть. Тут как бы мешают некоторые части лишние. Железо, сено, баннеры, доска. Как-то может быть еще где-то что-то нужно спланировать. С той стороны посмотреть. А тем временем, что у нас тут происходит? Девочки чем занимаются? Тут ветер сильнейший просто сегодня. Вообще, я не знаю, слышно меня, не слышно. Грядки подготовили под грядку, под одну сейчас. Сейчас мы будем собирать грядку с Ваней. Ваня у меня помощник сегодня. Соберем одну грядки. У нас материал еще на одну останется. Может быть, сегодня доделаем здесь, если земля будет готова. Поставили последнюю грядку в этом ряду. У нас здесь 7 грядочек получилось. Вопрос только вот с этим у нас остается. С бугром. Что с ним делать? Отсыпать не получится здесь вольер. Ну и срезать что-то как-то может быть не совсем все правильно будет. Пока думаем, что с этим делать. Здесь у нас 3 грядки. И материала, скорее всего, еще может быть на 2 грядки хватит. Но сегодня мы уже не успеем. Так что сейчас собираемся, прибираемся, пока нету дождя. И надо еще индюшар сегодня пересадить. Птичник. Помещение для цыплят освободили. Добавил температуру. Мне надо, чтобы завтрашнему дню здесь было 35 градусов. Выключил переворот. Добавил влажность. Завтра ожидаем пополнение цыплят-броликов. Ну а здесь у нас теперь сидят индюшары. Старых куриц мы временно сюда пересадили. Потому что их скоро вот-вот заберут. Здесь молотки. Ну и индюки. Не знаю, насколько хорошо видно. Вон они там. Тусуются. Погода никак не устаканивается. Видите, какие сильные ветра. Ведро там болтается. Всю крышу у меня здесь. Весь рубероид оборвало. Раньше, конечно, чем я планировал, оборвало. Ну да ладно, ничего страшного. Здесь у нас вот такая площадочка. Надо еще, конечно, отсыпать. Посмотреть. Чтобы все красиво, аккуратно было. Такой у нас ландшафтный дизайн получается. Ну а куча практически не убыла. Прохода так и здесь не оказалось. Завтра будем еще песочек таскать. Что же нам принесла сегодняшняя ночь? Какие у нас последствия после вчерашнего врагана? Ну последствия я уже показывал. Только крыша вот этого здания. Остальное все так более-менее нормально. Пленку раздувало. Сено открывало. Это так по мелочи. Террористок пришлось отсадить. Они затерроризировали всех молодок. Одна даже, к сожалению, покинула нас этой ночью. И одного индюшонка пришлось тоже отсадить. Не знаю, что там произошло. Но он что-то какой-то вяленький стал такой. Остальные все у нас там сидят, тусуются. Там довольно-таки жарковато. Я боюсь открывать полностью. Потому что у меня там индюшата. Им всего месяц. Вот так вот давайте заглянем. Я не знаю. Вот я себя занесу камера, скорее всего, за пути. Оп, вынесу. Так и есть точно. Ну представляете, да, насколько это жарко. Хотя на улице сегодня где-то плюс 4 с утра. Можно, конечно, открыть проветрить. Но для индюков сквозняк нежелательно. Пока, в общем, не знаю, как быть. Какие же у нас планы на сегодняшний день? Как вы считаете? Смотрите, что тут делают. Так ветром, что ли, сломал. Не знаю, выкинуть. План стоит такой. Прокопать хотя бы в ту сторону проход, чтобы можно было проходить здесь и здесь. Потому что обходить вот за этим зданием крайне неудобно. Весь этот песочек я сейчас буду возить куда-нибудь планировать его. Это первоочередная задача. Второе, если получится, хочу заняться столбом, который мне закоцали. Ну а там дальше уже посмотрим. Проход у нас пробит. В эту сторону. В эту сторону. Конечно, можно тут немножко подгрести. Но это сейчас не первоочередная задача. Посмотрим, что у нас получилось. Здесь немножко я добавил. Здесь я просто опрокинул, не донес. Здесь пару кучек. Ну и здесь в грядке. В каждую грядку. Каждый отсек по тачке. Между грядок песок. Потому что здесь будет лежать кирпич. Вот. Что-то типа такого будет. Но еще сверху будет кирпич лежать. Смотрите, как черви изрыли землю. Это все червячки. У нас здесь их очень много. Ну и вот здесь тоже песочек добавлен. У нас не хватает четырех грядок. Пока песок... Ну, может быть, сюда чуть-чуть покидаю. Надо еще на грядке оставить. Что непонятно, сколько на грядке на... Здесь у меня работал мой помощник Иван. Не знаю, куда он ушел. Я думаю, что он скоро придет. Вот такая. Смотрите, что-то выпущу грядку. Ну, здесь в любом случае кирпичом потом еще подожмется. И такого не будет. Такая вот у нас получается красотень. План значит следующий. Если он не врезался с той стороны по диагонали, мне надо давить в ту сторону. Мне надо сразу выровнять столб и на ворота, и на калитку. Вот поставил сейчас опалубку. Вот взял такой домкрат. Не знаю. Получится, что-то не получится. Но будем пробовать. Во-первых, здесь все скальзывает. Так-то тем это интересно. Но не получается. И здесь начинает отрывать. Ну, еще не оторвало, но может оторвать. Надо как-то по-другому что-то придумывать. Попытка номер два. Приварил уголок сюда. Упер. Сейчас начал уже отталкивать. Посмотрим, что получится. Еще одна попыточка. Сейчас сделаем через рычаг. Через упор. Правильнее будет сказано. Через упор, который точно должен выдержать. Будем толкать. Ну, улучшение есть, но надо еще. Самое-то плохое, что в эту сторону надо еще будет как-то толкнуть. А тут упирается в забор. Видите, какая щель внизу и какая вверху. Это уже гораздо сложнее. Ну, попробуем сейчас сначала это сделать. Там посмотрим. Я додумал эту штуку. Я загнул. А он, видите, след краски. Этот автомобиль тоже закоцал, загнул туда. Ну, это ладно, фигня. Я ее оторву, зашкурю и по новой сделаю. Столб. Короче, не получается. Позвонил соседу. Сейчас он подойдет. Мне тут подстрахую. Чуть-чуть, мне кажется, еще надо перегнуть его на ту сторону. Но соскальзывая то одно, то другое. Неудобно одному, конечно. Сейчас сделаем сюда. Потом откроем калиточку. Сделаем упор на эту стену. И туда еще довоню. Я думаю, все будет окей. Ничего не получается. В общем, хоть насколько его туда загибай, хоть насколько его туда загибай, его обратно пружинит. Надо, получается, полностью здесь все раздолбить. Неизвестно до куда. Ну, наверное, до середины. А то и больше. Достать столб. Обратно его поставить в уровень, забетонировать. Получается, переделать по новой всю калитку. И переделать по новой все вот эти крепления. Ну, в общем, все. Здесь весь угол полностью. Самый главный, ключевой вот этот угол полностью нужно переделать. Это офигеть, сколько времени надо на это. Даже за один день, наверное, не сделал. Вот такие неприятные новости. Сегодня была очень бурная ночь. Во-первых, сегодня было холодно. Смотрите, какой инь у нас. А курица-то на улице сидят. Что, девки, не замерзли? Не замерзли? А почему ночь-то была бурно? Как вы думаете? У нас выводились цыплята. Пойдем покажу. Ну, и вот наши цыплятки. Это РОС-308. В Венгрии и Турция. Да? Ой! Ой! Ох, ночь-ку-то. Пришлось с вами побегать. Увидится, начали в ночь. Сегодня, ближе к вечеру, закончится вывод. Вот они такие хорошенькие цыпляточки. Посмотрим, пойдем, что в инкубаторе происходит. Кто пищит где? Вот у нас. Кто-то упал. Кто-то вывелся только что. Все, буду быстренько работать. Не буду облаживать инкубатор. В общем, вот они, процессы идут. Все хорошо, все замечательно. Пора взяться за грядки. Посмотрим, сколько чего сегодня получится собрать. Сколько хватит материала. Девочки у меня уже работают в поте лица. Да, грядки копаю. Процессы идут очень хорошо. Маш, привет! Валентина, привет! Эти какие-то труженицы. Молодцы! Очаг растоплен. Сегодня у нас Валентина решила приготовить нам плов. Будем готовить, видимо, его из курочки. Тут вот овощи. Приправа. Английская приправа. Вот такая. Еще немножко. Ну, немножко половинка, наверное, осталась. Редко ее пользуемся. Ну, зараза вкусная очень. Сейчас придет. Будем пытать, как, что будет готовиться. Ну, а я пока буду грядочками заниматься. Вот такой лайфхак у нас. Начинает Валентина приготовление блюда под названием... Понял? Рис появился. Салатик какой-то. Ну, что, посмотрим, что у нас получится. Вот наш космический плов готов. Ох, как все тут с жару-то прямо. Смотрите, что все... Ммм, как вкусно. Ароматно. Сейчас будем пробовать. Вот, смотрите, какой шикарный плов. Плов от Вали. Плов от Вали, да. Ммм, запах-то бомбический просто. Ммм. Ммм, как вкусно на природе. Обалденно, просто шикарно. Тут и морковка, и рис, и курочка. Всем приятного аппетита. Очень вкусно. Вера, ты что там делаешь? Там курочек покормить. Ну, стой. На, на, на. Ну, иди ко мне. Ой, какая курочка. Давай им еще. На, 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 на. А ты выйди сюда, там темно, ничего не видно. Ладно, сюда выходи на солнышко. Не боишься их корми? Не, они еще добрые. Добрые? Так, выйди, они сюда выйдут. Вот, они тут, тебя ждут. Почему? Так ты пониже им дай. Высоко это длинь. Вот. Кути-кути-кути-кути. Чем их кормишь? Лучком. Лучком? Две грядки еще надо сделать. Не хватило материала. Сделаем обязательно. Ну, сегодня у меня еще цыплятки тут. Завтра все это закончится. Разберем опалубку. Доделаем. И все. Этот проект по грядкам будет у нас закрыт. Ну, единственное, может быть где-то там с той стороны, еще где-то какие-то нужно будет грядки сделать. Но это ерунда. Сейчас мы хотим посидеть немножко у костра. Сейчас надо пару дел еще сделать кое-каких. И я хотел вас познакомить с Валентиной. Если она будет не против. Пора подвести итоги нашей инкубации. Инкубация грустная, печальная. Помимо того, что с яйцом были проблемы, вывод составил 55%. С коробки вывелось около 200 бройлеров. Представляете? Да. Яйцо дорогое. Яйцо плохое. Еще такой грустный результат. Крайне неприятная ситуация. Ну, а что сделать? Таковы наши сегодняшние реалии. Будем надеяться, что следующая партия, еще одна коробка, нам покажет более лучший результат. Но это мы узнаем только на следующей неделе. Сегодня в нашем полку несушек еще было. Осталось у нас, смотрите, раз, два, три, четыре, пять куриц. Представляете себе? Пять курочек. Это пять яиц в день всего. Но надеюсь, что ближайшие две недели молотки занесутся. Но вообще мы остаемся без яйца, конечно. Наша вечерняя тусовка начинается. Огонь, костер. Поляна наша накрыта. Не знаю, что будем готовить и будем. Вот Иван идет, кстати, мой помощник. Вань, привет. Да, да. Помогал тут нам несколько дней. И песок, и камни. Вон. Это кто? Привет. Тусовщица главная. Ты куда пошла-то? Мы сейчас будем сидеть тут, песни петь, да? Вот Валентина, кстати, знакомьтесь. Это у нас из Екатеринбурга. Гости к нам приехали. То есть, кто вдруг в Екатеринбурге живет, видел Валентину, пишите лайки, комментарии ставь. Наоборот, ставьте лайки, пишите комментарии. Что еще рассказать-то? Ну, вот так вот мы тут сидим, отдыхаем. Уже не первый вечер. Что-то как-то до этого руки не доходили, не снимали ничего. Не знаю. Задать какие-то вопросы можно вот Ивану. Иван, есть что тебе сказать? Нет. Как тебе у нас тут? В гостях-то. Можно иногда приезжать? Ну, не чаще, чем раз в год, да? Это я не знала. Не знаю? А что у нас Валентина по этому поводу скажет? Ой, я кайфую. Можно приезжать пусть? А, просто. Я бы здесь жить. Жить. Жить? Только на работу наехать, да? Да нормально. Вроде за пять часов тут до работы. Даняло. Всего-то, конечно. Пять часов. Пять часов на ласточки, плюс на перекладных. Можно считать. А я был часов пять часов. А что не понравилось? Все. Такого не может быть. Да как не может быть. Отдыхаешь, душой. Ни чем не думаешь. Ваня. Не снимай. Ну что, Мария? Снимай меня. Что ты скажешь про гостей? Это не гости уже. Не гости? Это родственники просто побывали уже. Можно так сказать. Что мы делать будем? Мы их эксплуатировали. Какие это гости? Ваня, он вам кирпичей наносил. Он дофискал на вас. Он не может. Да? Мы вышли, он у меня говорит. Я пошел. Работать? Вошел в кураж. Ну сколько? Шесть дней его были? Пять? Я даже ушел. Завтра домой? Да. Завтра домой. Знаете, как рулосну. Ваня уже тут сидит. Чуть не плачет. И нам будет не хватать. Верене говорим, что завтра уедет. Потому что утром рано увезем. Всем привет и зверят. Наконец-то можно ходить в футболках на улице. Сегодня самый такой теплый день будет. Обещает 24 градуса. Но при всем при этом жару. О, вернее. Все, уже жары хочется. Ветер. МЧС прислали, что до 20 метров в секунду. Угрозы. Ну, посмотрим. Пойду в теплицу поработаю. Надо высадить помидоры уже в срочном порядке. А тут стоят они, у меня там стоят уже. Все наклоняются. Свести начинают. Уехали у нас гости. Не было вообще никакого желания даже камеру брать в руки. Потому что вот каждый момент нам наслаждались. Помогли, конечно, очень сильно нам. Хотя мы никогда не эксплуатируем гостей. Но Валя мне сразу сказала, что я приеду, буду работать. Поэтому вот мы грядочки вот так вот сделали. Тут вот дорожку уже сделали. Вот так это будет выглядеть. Ну, естественно, земли будет, грунта прямо вот. Полные грядки будут. Так как здесь уже была посажена клубничка. Оставили так. Потом будем добавлять пастикену. Ну, и здесь чеснок тоже. Он был под зиму посажен. Естественно, его же не выкопаешь. Засыпать его тоже не стали. Потом уже, когда уберем, досыплем. Здесь то же самое. А здесь все остальное будет у нас полностью насыпаться. Ну, и вот дорожки будем делать. Еще осталось там две грядки. Опалубка кончилась. Ну, в смысле, материал уже готовый. Надо разбирать остатки и пилить. Так что насладились мы с полна обществом гостей. Очень приятно провели время. Ну, пора входить в рабочий режим. Так как, как говорят, там один день весной год кормят или что-то такое, да? Надо быстрее уже все высаживать, потому что время не ждет. Чем быстрее высадим, тем быстрее получим урожай. Сейчас уже заморозки закончились. Петуни там уже вовсю у меня цветут. Пошла поработаю. Пора-пора. Кто помнит, в прошлом году у меня Сережа делал такой вот этот огуречник для огурцов открытого грунта. В этом году я выращивать их не буду. Без надобности. В теплице хватает того объема. Поэтому решила, ну, не пропадать же добру. Хорошая доска обожженная, обработанная. Там хороший грунт забит. Сюда немного добавила песка. Все это перекопали. Перегноя чуть-чуть еще сверху, ну, чтобы немного приподнять. Грунт у нас ограничен. В этом году грядки нужно заполнять, поэтому оставим вот так вот на этом уровне сейчас тут. Разровняю немножко все. И посажу туда, знаете что, баклажаны. Пусть будет здесь. Так вот пленочкой заделали. Это просто, ну, там такие бруски небольшие. Опускать будем на случай, когда будет прохладным. Пусть здесь растут. Вот они у меня. 17 штучек. А, меньше даже. 15, там перцы оказываются. 15 получается. Сейчас высажу все. Тут вот такие заросли надо подстричь все это. Проходим, нагибаемся. Вера, мне помогает. Тут баклажанчики садить, да? Подписывать. Все, пошла, спала в догонялки. Ну, почему такая грязная опять? Давай, иди в догонялки. В догонялки будем играть? Некогда нам, он в догонялся играть. Ветер сегодня какой-то просто мощный. Высадили. Все, дело сделано. Ждем урожая. Сейчас я закрою, чтобы ветром все-таки их здесь лишний стресс не создавало для них. Солнце здесь будет позже. Поэтому потом откроем, если что, или приоткрою. Вот так вот у меня это будет. Оп. Так. Где там досочка-то? Ничего себе! Далеко улетела. Вот так. И вот так. Чтобы ветром, вернее, ну да, чтобы ветром не раздувало пленку. Не поднимала. Ну, так вот. Более-менее там все равно парниковый эффект будет создан. А потом уже, когда будет жара, то есть летом, ночью теплую, даже закрывать не буду. Ну, так, приоткрывать, если что. Ну, то есть это так, на первую половину лета укрытие такое. Я надеюсь, тут защита на камере спасает от ветра. У нас тут параллельно забирают индюков, курочек. Звуки какие-то непонятные. Сегодня жарко стало, и всем сразу надо стало. И индюков, и куриц, и броллеров, и всех-всех-всех. А это помощник. А это помощник, да. Че, мазать помощник? Суп, глаза. Камеру у тебя. Пыли, говорят. Помочь? Не надо. Ну, не знаю, ну иди, помоги, я пойду, посмотрю, что там. Какие-то непонятные звуки. Но с этим ветром просто вообще дурдом какой-то. У нас тут пожары были. Поля горели. Ну, сухая трава. Вроде никто костры не жег, а все равно. Ну, тут поблизости. Поэтому страшно. Все летает, просто усидеть. Ну, не у соседей, вернее. Ну, тут в округе теплицы. Не одна улетела. Просто улетели, и все. Плохо закреплены которые. В общем, такой урон наносит нам этот ветер. Ох, он какой, да? На, на. Бодается? Не подходи к нему близко. Я немножко дольщи. И понюхай это. Морога тут. Бык тут все вообще разобрал окончательно. На последнем дыхании тут содержится. Все под присмотром. А то, знаете, тут в инстаграме видео было, что собака бедная, несчастная. И вообще она может укусить. И ребенок ее там измучил. В общем, мнение разделилось. Но все же под наблюдением. Поэтому все в рамках... В рамках приличия. Поэтому с тем же быком... Ну, ребенок познает мир. Не держать же ее, в конце концов, в заперте от всех. И ничего не показывать. Потому что на каждом шагу опасность. Это понятно. Все дозволяется, все позволяется. Но... Есть определенные границы. Ветер. Ветер? В глаза, да? Мусор весь летит. Очки надо тебе. Пойдем, очки оденем. Пошли. Моемся и покушаем заодно. Да? Я не хочу кушать. Как не хочешь? Ты говорила, крапивный суп будешь кушать. Да он закрыл два глаза. Пойдем, очки дам тебе. Да, потому что ветер такой. Да, пойдем. Ветер, это очень модно. Нам подарили вот такую штуку. Ну, зайчику тоже подарили, но в другом месте. Вот такое яйцо. Это настоящее гусиное яйцо. Вот приезжали к нам. Я не знаю, кто, не видела. Сережа мне уже передал. Вот такая вот ручная работа. Представляете, как красиво. Она такая легкая-легкая. Ну, вот прям яйцо. Вот человек сам делает такие гусиное яйцо. И вот стразики. Класс. К Пасхе нам подарили. Какой же у нас сегодня вообще день недели, а? Сегодня у нас среда. Среда, 5 мая. Вчера был вторник. Вчера был очень насыщенный у меня день. Что даже в руки я камеру вчера не брал. Потому что бегал с утра до вечера. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И мой вечер вчера закончился где-то около 9. Привет, это я. Смотрите, камни, зеленая футболочка. Сегодня обещали дождик. Что-то у меня руки какие-то. Я хотел... Как думаете, что я хотел? Открываю. Это просто трэш. Вы посмотрите, какая тут... Кто-то все-таки, походу, из подписчиков был прав, что у тебя никогда не будет порядка. Я его не навел, и все хуже и хуже. Вот домкратик. Кстати, цемент купил. Надо будет там заниматься. С воротами. Это вот просто. Просто. А, еще смотрите, прикольно. Диск. Макитовский. Косарь 800. Навье. Крутая штука. Что я тут хотел? Хотел прибраться. Но, похоже, я этим не буду сегодня заниматься. Потому что нужно решить вопрос с водой. У нас до сих пор водопровод на улице, который закопан, не очень глубоко, не растаял. И воды нету. Надо как-то что-то порешать с водой. Надо было осенью не полениться, взять компрессор и прокачать все компрессором. Я этого не сделал. Очень жаль, что я этого не сделал. Воды нет. Сейчас будем думать. У Верочки ЧП. Что случилось? А зачем ты их выпустил? Ты яички собираешь, ходишь? Бабушка, они бежали. Видите, они просто не захотели погулять, покушать. Может, мы их обратно загоним? Нет, пусть они покушают. А потом они тут какашки нам наделают. Мы по какашкам будем ходить, что ли? Давай мы их загоним обратно. Нет. Давай, давай. Гуляю. Не надо. Ну пусть. Ну не надо. Бабушка, они вышли. Сами вышли. Видишь? Покажи яички. Вера, видишь? Два яйца снесли? Да. Молодцы, да? Они в курятнике. Хорошие курочки? Да. Вчера вот Татьяна Юрьевна с Машей занимались тут вкладкой плитки. Смотреть, какие бомбические у нас получаются грядочки. Вот две грядки, как они остались, так и остались. Нету материала. Я не знаю, может быть, сегодня я буду этим заниматься. Может, не буду. Ну, судя по тому, что там вот такая черная туча идет, что это вероятность дождя практически 100%, когда с той стороны идет дождик. Вот у нас кто это? Мария. День добрый. Здравствуйте. Чем вы тут занимаетесь? Влодородим. Я пришел порешать вопрос с водой. Что-то подумать. Значит, по воде. Вот эта линия, которая у нас идет из дома, она здесь закопана где-то сантиметров 40, и в бане там еще глубже. Если бы мы ее осенью бы компрессором прокачали, я думаю, что такого бы не было. А так как это не было сделано, вот вода до сих пор не идет у нас. Вообще не идет. И сейчас я хочу... Да не перебивай ты меня с лейками со своими. Не мешай мне снимать видео. Я камеру сутки в руки не брал. Так, с лейками, короче, она бегает. Так. Воду сейчас буду качать шлангом в бак. Накачаем в бак воду, и этого хватит и на капельный полив, и в раковине вода будет, и все, везде вода будет. Тут куб, так что надо накачать его. Вот пришла Верочка. Что ты принесла? Яички зачем? Для блинчиков. Вера, короче, у нас просит блинчики. У меня уже несколько дней, а у нас яйцо все распродано было. К Пасхе мы сами без яиц. Я ребенку обещаю блинчики. Я говорю, яиц нет. Она ходит каждый день собирать. Говорит, так вот же яички на блинчики. Так что завтра блинчики будем делать. Мама, сделала блинчики? Мама! Привет. Вот он и долгожданный дождик пошел. Это очень-очень хорошо. Сейчас я быстренько доделаю все дела. И если он не закончится, мы начнем тут немножко прибираться. А дела какие у меня? В общем, побежал кран. Сейчас покажу. Когда я тут делал год назад, два назад, вот смотри, кран СТМ побежал, треснул. Хотя им практически не пользовались вот на парковку. И на огород, походу, тоже побежал. Я вот не понимаю, тут что-то... Какая-то сырость где-то. Откуда-то. То ли с американки, то ли что. Надо посмотреть, поразбираться. Но на огород вода один фиг, пока не бежит. Похоже, это с американочки. Надо подтянуть ее немножко будет. А этот кран надо будет заменить. Это называется самая настоящая подстава. Вот, смотрите. Это американка. Полипропилен. Не знаю, показал, не показал. Если я вот такую же точно не найду, то придется перепаянуть. Естественно, в Уверятах нифига я не купил. Пришлось ехать в Краснокамск. И таких резинок, как я и предполагал, таких соединений нет. Они просто не подходят по диаметру. Вот у меня есть краны такие. Тоже опять же СТМ. Они были куплены. Ну, что делать? Не выбрасывать же их. Вот с американкой. Попробую, то есть, отрезать полипропилен. И вот такое соединение, короче, сделать. Сейчас покажу. Вот так вот это будет. Ну, не факт, что у меня хватит всей вот этой резьбы и всего, что здесь есть. Ну, будем пробовать сейчас. Ну, а прежде чем все мы это будем делать, пробовать. Давайте пойдем Маше подарим букет цветов, потому что у нас сегодня 5 мая. Сегодня 14 лет, как мы, 14 лет назад, как мы встретились, познакомились. и, ну, вот важное событие у нас это. Пойдем, найдем. Где она? По-моему, она в теплице. О, смотрите. Иди сюда. Че ты улыбаешься? Ставила тебя, да? О, блин, сломал я тебя. Сломал, блин. Придется обрезать. Спасибо. Краны заменил. Вот поставил два с Американочка. Все четко, все классно. Не знаю, почему они все-таки тут лопнули, треснули, ими пользовались крайне редко. Это только, как минимум, неприятно, что сколько им, год-два от силы этим кранам уже потрескались. Вот такого качества краны. Вот и пришел тот день. День забоя быка. Задача эта непростая. Задача очень сложная. Так как все это делается, можно сказать, на коленке, на земле. Сегодня еще с утра бык успел сбежать, цепь снять. Я надеюсь, что вот эту сарайку, так ее назовем, этот пристрой, он не разберет. Потому что забой будет производиться именно в этом месте. Что, пожелайте мне удачи? Я думаю, что все будет хорошо, но все равно немножко страшновато. Вот и добрались мы до пятницы. Сегодня заключительный день съемок нашего видеоблога. Дали тюндра. Вчера мы завалили быка, разделали. Все, место освободилось. Надо сейчас чистить. Камеру вчера в руки не получилось взять, потому что после того, как завалили быка, все сделали, я поехал на шабашку. На шабашке вчера еще был. Освободился поздно. Что-то подустал. Сегодня даже встал в 8 утра, представляете? В 8 утра. Так поздно я еще ни разу не вставал. Летюшка вот все охраняет свои косточки вкусные. Да? Морда. Вот это морда. Сегодня шикарнейшая погода. На улице 20 градусов. Мне нужно сейчас посмотреть с инкубацией быстренько. Мне нужно посмотреть, что мы наснимали, отредактировать видео. Ну и возможно, я сегодня еще успею поработать. Очень бы, конечно, хотелось. Как-то очень скромно. Да? Девчонки, всего два мешка навоза у вас забрали. Вы не поняли, что убыл. Надо сюда наверное еще опильчику им подцепить. Я знаете, каким образом делал? Вы смотрю, хрюшки грязными становятся. Начинаю опил подцепать. Вот по такому принципу. Да? Девки. Девки. Девки хорошие. Хорошие, хорошие. С яйцом я закончил. Решил с блицов все яйцо переложить сюда. Помните, у меня одна сеточка была без этой, без марты, как ее, без москитной сетки. Одна ячейка была без москитной сетки. Вот. Правильно сказал? Я переложил все. Проверил на оплот. Смотрите, в этот раз с оплотом все хорошо. До этого у нас 55% вывод был, да, цыплят. В этот раз вот всего столько не оплота. Ну сколько тут? Штук 20-30 яйца. Не знаю. Что-то не считалось. Около 10% примерно в коробке. Хороший результат. Переворот выключил. Сегодня 19-й день. Где-то в воскресенье они у меня должны будут выводиться. Наконец-то наша неделя подходит к концу. Пора заканчивать наш видеоблог. На следующей неделе будет новый сюжет. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Если вам понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok